Приветищи! Мы вернулись в тот момент, когда на нас напали гоблины. Первой в бой ринулась Маринка защищать колонию. Она хорошо сражалась. И даже победила гоблина, осуществив свою мечту. Но на этом останавливаться она не захотела и пошла громить гоблинов дальше. Напала на двоих гоблинов сразу. Получила кровотечение и была вышиблена. Вера и Мирон даже не подозревали, что Маринка пошла спасать деревню. Еды в колонии совершенно нет. Полностью все по нулям. Верка начала голодать. Удивительно, но Маринка очнулась от нокаута и продолжила воевать. Но, к сожалению, этот бой она не выиграла. Прибыл торговец. Очень вовремя. Мирона я отправил забирать снаряжение Маринки. Все-таки у нее одежда и кирка. А Верка пошла болтать с торговцем. Мирона ждали трое. Они не дали снять ему снаряжение. Одного он все-таки сумел отправить в нокаут. Наконец-то Мирону удалось снять снаряжение с Маринки. И ринулся бежать. У торговца была еда. Мы купили у него шесть рагу. Надеюсь, нам этого хватит до лета. Вандализм. Вера не была удовлетворена своей жизнью. Теперь она выпускает пар с помощью вандализма. Господи, она начала ломать мебель. Это очень плохо. Мирон, иди пообщайся с ней. Через окошечко. Будь аккуратен. Главное, чтобы она тебя не втащила. Так, общение вроде бы как ее успокоило. Это хорошо. Торгаш у нас уехал. Вандализм Верки продлится две минуты. Нужно, чтобы Мирон ее убалтывал. Последний день зимы. Отлично. Мирону надоело болтать с Веркой. И Верка ринулась ломать мебель. Мирон, иди пообщайся еще разок с ней. А лучше обними ее вот так вот. Успокой. Отлично. Капец, она сломала стол и лавочку. И костер разнесла. И сигнальный огонь пошла калашмарить. Фух, слава богу. Вера, ну ты вообще боевая. Так, Верка, у тебя задание. Тебе нужно каким-нибудь макаром забрать тело Маринки. Нужно ее доблестно похоронить. Могилы, как обычно, у нас будут здесь. Хотя нет, Верка же у нас хромая. Она медленная. Отправим Мирона. Могилка готова. Мирон, забирай Маринку. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Не сражайся с ними. Опять выстегнул одного. Красавчик, просто красавчик. Долбанул одного, схватил Маринку и побежал. Вот это героизм. Ну все, они похоронили Маринку. Верка оплакивает Маринку. Мой друг и коллега умер. Черт, я чувствую себя опустошенный. Ребята, если бы Маринка не пожертвовала собой, то вы бы погибли все. Так, отправляем наших... Прибыли мигранты. Вот это поворот. Мигранты прибыли. И кто к нам там прилетел? Кто это? Так, Верка, иди-ка пополтай. Это жизнь отстой, говорит Верка. Но ничего, ничего. Сейчас у нее появится новый лучший друг. Или это девочка? Сейчас мы узнаем. Это же Светлана! Маринка-заместитель прибыл. Понятно все. Что ж, Светлана, поскольку уже наступила ночь, мы отдаем тебе кровать Маринке. Завладей ею. Мечта сбылась. Надо отстроить то, что сломала Верка. Костерок вернуть надо. Верка, иди. Исправляй свои ошибки. А Светка тебе поможет в этом. Ура! Весна наступила! Здорово. Так, посмотрим, что у нас с характером у Светки. Любимая еда. Тыквенная рагу. Неутомимая. Светлана не нуждается в длительном сне. Для полного восстановления ей требуется вдвое меньше времени по сравнению с остальными. Отличный Маринка-заместитель! Просто круто! Так, по специализациям посмотрим. Ммм, у нее нет ни к чему склонностей. Ладно, тогда ты будешь у нас шахтером. Нам нужны шахтеры. Да, Светланка, ты бы сказал, идеально. Но у нее есть и минус. Медленная работа. Светлана получает мало еды, поэтому ей не хватает энергии для эффективной работы. Вот так-то. Так, девчата, значит, копаем грядки. Поскольку у нас сейчас весна, можно делать грядки с помидорами, поскольку они у нас растут с весны до лета. Грядок делаем много, мы уже научены горьким опытом. Еды нужно как можно больше, поскольку могут напасть и жуки на растений, сожрать половину огорода. И еды просто может нам не хватить на зиму. А колонисты, как мы знаем с тобой, едят у нас просто как не в себя. Вот столько грядок с помидорами. Я думаю, будет достаточно. Светланка нам помогает. Пока Светка у нас копает, пускай Верка у нас садит помидоры. Чем раньше посадим, тем быстрее созреть что-нибудь. А у нас, кстати, осталось всего одно рагу. Одно рагу для кого-то. И по всей видимости, это будет Вера, потому что она у нас уже голодает. Мироныч, просыпайся. Иди анализируй кристаллы. Нам срочно нужно исследование по поливу. Как раз половина осталась. Если у нас будет полив, я надеюсь, что с ним у нас будут быстрее расти помидоры. Да и не только помидоры, все растения. Так, Верка потеряла на сознание. Светланка, иди выручай. Дай ей еды. Все. Еда закончилась. Последнее рагу ушло нашей Верке. Светланка молодец. Ну, куда ты долбишь ее молотком? Ну, отнесет ее в кровать. Вот так-то. Отлично. Верка отдыхает. Ты посмотри! Яблоки! Это ж наше спасение. Светка, иди собирай. Быстрее собирай. У Светки такая улыбка просто до ушей. На самом деле она тоже похожа очень на мужика. Наконец-то яблочки! Как я по вам соскучился! Всю зиму без яблок провели. Да, были три яблока. Ништяк. На какое-то время нам этого должно хватить. А пока засаживаем грядки с помидорами. Светка у нас уже голодает. Побежала сразу же на кухню. Съесть немного яблочек. Пожелание выполнено. Отлично. Да подожди, куда ты пошла за второй порцией? Одно яблоко всего осталось. У Мирона пока с голодом все окай. У Верки тоже. Отлично. Ну все, Светка. Поужинала и ложись спать. Она третью порцию взяла. Ай-яй-яй, все, у нас еды теперь нету. Я же ограничил тебя в питании. Поела и спать улеглась. А Верка у нас в ночную смену вышла. Вот что значит истинный фермер. Даже ночью работает. Проснулась? Ну конечно, отоспалась. Да еще и сытая. Конечно, надо помогать товарищу. Надоело. Колонист слишком долго работал. А, Верка, да? Да, Верка. Ну, тебе положено. Ты все-таки у нас зиму пережила. Так что немножечко поддыхай. 11 минут бездействия у нашей Верки. Опачки, ты глянь, что я нашел. Это же у нас лечебные растения. Они нам очень нужны. Кого бы послать? Так, Мирон. Поскольку Светка у нас слишком занята огородом. Давай-ка иди за лечебными растениями. А, Мирон, подожди, 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 подожди. Он у нас уже начал голодать. Нет, возвращайся обратно. Иди лучше поспи. Значит, Светка у нас пойдет. Она у нас полна сил. А дорога, я тебе хочу сказать, не ближняя. Смотри на другой конец карты. Так что давай. Иди собирай целебные растения. Главное, чтобы она не напоролась на тики гоблинов. Все, погнали. Ай-яй-яй, Верка, куда ты пошла? Убегай скорее. Она прям через село тики гоблинов побежала. Капец. Ну, неужели ты не могла подумать об этом? Беги от них, беги. Я надеюсь, она убежит. Я прям вот... Там все, все трое сорвались, да? Фух, отстали. Слава тебе, Господи. Так, обходим их, иди сюда. Клуша ты, блин. Наконец-то. Светка дошла. Давай, Светка, собирай быстрей. Они нам очень пригодятся. Светка, бегом, бегом, возвращайся быстрей в колонию. У нас там голодают колонисты. Она опять бежит, ты посмотри. Она бежит через деревню тики гоблинов. Обходи их, ё-моё. О, яблоки, яблоки, яблоки. Быстрей собирай. Собирай быстрей яблоки. Фух, три яблока. Колонии должно хватить. Верка сразу хомячить побежала. Молодец. И помидорки созрели. Жить будем, товарищи. Светка, собирай помидорки. Срочно, быстро, прям реактивно. Просто шикарно. Верка, ещё три минуты она бездействует. Это очень плохо, блин. Время прям... Время для нас очень ценно. Мы могли бы все грядки засадить помидорами, пока Верка капризничает. Йоп. Чёрт подери, я совсем забыл про Мирона. Он у нас от голода погибает. Так, Светка, давай быстрее собирай помидоры. Давай, ещё чуть-чуть собирай. И иди покорми его. Дай ему еды. Блин, как же... Да капец. Тики гоблины атакуют. Где? Ну, он один идёт, слава богу. Ладно, пускай пока идёт. Светка должна успеть покормить Мирона. Она успела, отлично. Что, что, что теперь делать? Блин, у Светки очень мало хп. Нет, надо убегать. Не-не-не, не сражайся с ним, не сражайся. Убегай от него. Беги. Мироныч проснулся. Мирон, у тебя мало хп. Куда ты побежал сражаться? Капец. А, они сейчас в троечка. Давайте, шатайте его. Блин, я не представляю, что было бы, если бы у нас не было Светки. Просто сейчас Светка вытаскивает нашу колонию. Она прекрасна. Светка, давай-ка ты его заколбасишь. Убей его. Чтоб он не проснулся больше никогда. Так, и сколько у нас Стики гоблинов в этой колонии осталось? Двое. Опять двое. Отлично. Этого укокошили. Так, Верыч, собирай помидоры. Светка, давай тоже помогай сеять помидоры. Нам срочно нужна еда. Грядок у нас вполне хватает. Нужно их все засеять. День лени. Светлана не была удовлетворена своей жизнью. Сегодня она отдыхает и делает много перерывов. Вот блин. Ну, помидорки хотя бы собери. Ну что, думаю, что серия подходит к концу. Зиму мы пережили. Это было довольно сложно. Не без потерь, конечно же. Но зато мы смогли отвоевать свою деревню. Дважды. От нападения Тики гоблинов. И несмотря на то, что сейчас наступила весна, у нас все равно проблемы с едой. Благо, все начинает налаживаться. Благодаря светланке. Без светланки мы бы пропали. Так что страсти накаляются. Гоблины знают наше местоположение. И в скором времени будут посылать не одного человека, а больше. И, возможно, даже с нескольких деревень. Поэтому нам нужны солдаты. Но то, как наша колония будет процветать летом, ты увидишь в следующей серии. Тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайкос, оставлять свой комментос под видос. Ну и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Пока.